Добрый день! С вами Наталья. Есть ли у вас вытянулась рассада перца? А такое у нас порой случается. Это говорит о том, что в вашем растении просто не хватает достаточно света. Нужно было посвечивать их, ставить ближе к окошку. Но получилось то, что получилось. Я вам расскажу свою историю. А значит, 15-го числа мы с дочкой купили на рынке свежий перец. И я решила посадить несколько перчиков на рассаду. Посадила каждое в свою емкость. И так как места у меня не было, я поставила на нижний пол стеллажа. Через время я посмотрела, ничего не проклювалось. Потом смотрю, проклюнулись. Поставила выше, чтобы было больше толстого света. Но дополнительной подсветки я не делала. Просто у меня не было возможности. Ставить некуда. В городских квартирах с этим немного сложновато. И когда я увидела эту картину, поставила ближе к окошку. Но ничего, исправить уже нельзя было. И вообще, эти перчики как-то так неудачно все получалось. То периодически я забывала их поливать. Как-то так стояли они неудачно. Ну вот, такая неприятная ситуация. Но огорчаться я не стал. И вы не огорчайтесь. Если вы увидели такую картину, это можно исправить. А как это исправить, я вам сейчас покажу. Это очень легко и просто. Для этого возьмите бутылку и срежьте ее в серединку. Видите? Но никакую не цветную. Ни желтую, ни белую, ни красную, ни коричную. Только-только прозрачную. И что вы делаете? Вот посмотрите, что мы делаем. Берем и ставим в эту емкость. И когда у вас появятся, вот на этом растении, вот эти семидольные листочки, появятся чуть больше два новых листочка, вы подцепите туда земли. Вот. То есть в каждую емкость вы сейчас срежете по бутылочке и потом добавите земли. Но сейчас пока нежелательно. А растение ваше не лежит. Ничего. Потому что если вы любитель перелить, а я вот перед этим специально вот показала, что налила достаточно много воды, вообще может появиться черная ножка. Перец у нас капризное растение, тепловолюбивое растение. Он любит воду, но переливы не терпит. Черная ножка, он начинает ложиться это растение и потом прогнивает и полностью пропадает. И исправить тут уже точно ничего нельзя. Ну а в нашей ситуации, на другом примере, вот тоже. Перец. Стоит этот перец у меня в детской комнате. Выходит окно на юг. Стоит ближе к свету. И там у нас просто дополнительной подсветки нет, но света там достаточно. И все было хорошо. Вот тоже я подсветила вот этот перец вот в такую емкость. Одно семечко. И оно росло. Сначала ничего, потом оно чуть-чуть начало вытягиваться. Я тоже отрезала бутылку, положила, добавила земли до семидольных листочков. И вот исправила такую неприятную ситуацию. И вот ствол у нас хороший, такой плотненький. И растение дальше развивается прекрасно. И вы точно так же исправляетесь от, отрезаете от бутылок. Почему такую длинную? Потому что по мере роста вы можете добавлять еще чуть больше земли. Вот легко и просто можно исправить такую картину. Но это легко и просто, когда у вас мало растений. Когда у вас нет больших теплиц. Когда у вас нет большого количества растений, которые попали вот под маленькое количество света. И вытянулась рассада. Но желаю вам, чтобы в вашем растении всегда хватало света, тепла и влаги. У вас были прекрасные урожаи. И всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока.